Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду сажать пророщенные клубеньки глоксинии на фитильный полив. У меня как раз есть целая тортовница пророщенных клубеньков. У них уже у многих очень большие ростки. И пора уже давно их посадить на фитильный полив, как я и выращиваю все свои глоксинии. Вот так они у меня стоят в тортовницах, проращиваются. И вот, к примеру, вот так это выглядит. Вот уже какие большие хорошие росточки. Пора уже, пора давненько ими заняться. Вот разные сорта, очень большие росточки. Все, сейчас буду ими заниматься. Как я получаю такие пророщенные клубеньки? Вот смотрите, у меня здесь посаженные листья, вот например. Я сажаю их вот в такие зип-пакеты. Это очень удобно, экономит место, они там укореняются и нарождают клубешок. Вот так их ставлю, примерно распределяя, чтобы они не слишком затеняли друг друга. Или вешаю на сетки. И это помогает экономить место. Либо вот так, одиночные где-то пятнышки солнечного света или освещение лампами лиминесцентными. Есть какие-то пространства маленькие. Вот так в стаканчиках, там-сям, везде поставлю, чтобы, ну, лишь бы освещалось. Вот сейчас на примере вам покажу, как получается клубенек. Кто не видел. Так, это у меня новый сорт, ЕН, хрустальный водопад. Вот там он очень хорошо уже давно сидит. И должен уже народиться небольшой клубенек. Так, сейчас посмотрим. Всегда самой очень интересно смотреть в этот момент, какие там получаются клубешки. Вот, примерно сантиметра или, может, чуть побольше, народился клубешок из фрагмента листа. Это вот верхняя часть листа. И то вот уже такой клубешок хороший. Я их обламываю, потому что мне надо простимулировать, чтобы уже они так долго не сидели. Мне нужно разводить. Когда обламываешь, они тогда очень быстро начинают давать росточек. Вот так обломила листочек. Сделала стимуляцию на прорастание. И обратно в этом же пакетике. Вот так ставлю. Вот у меня уже такая партийка готова. Уже проращиваются, стоят. И вот так ставлю их стабелями. И под свет, под лампы на полочку. Где-то недельки через две, может, через месяц, через полтора. По-разному, каждый сорт по-разному. Они начинают прорастать и отдавать небольшие росточки. Вот у этих уже тоже небольшой росточек появляется. Вот они. Вот тут еще маленькие. Так, тут еще нет росточка. В этих тоже нет. Вот в этой есть уже росточек. И вот надо перебирать, смотреть. Иногда я, если у меня время есть, вот вижу такой росточек, сажаю их в стаканчики. Вот так, например, стаканчики пересадила, пока они были маленькие. Они у меня так доращиваются. Тоже очень удобно. Не надо поливать. Здесь влажность хорошая. Вода не испаряется. И так они растут, вот до такого состояния. Когда уже они вот такие, пора их пересаживать сюда, вот в такие бутылочки на фитильный полив. Вот. А если у меня нет времени, то они у меня так и стоят, остаются. И уже дорастают вот до такого большого состояния. Вот. Сейчас я эти буду сажать, клубочки пророщенные. Вот так целыми полочками они у меня здесь проращиваются. Вот в основном здесь все клубеньки. Землю для фитильного полива я обычно беру примерно 60% нейтрализованного торфа. Вот в последнее время постоянно его покупаю и в него сажаю. И 40% вермикулита. Нужен какой-то разрыхлитель, перлит или вермикулит. Ну вот у меня вермикулит. Раньше все время я использовала теравиту. Ну как-то в последнее время она что-то испортилась. Не очень хорошего качества. Ну и цена выросла. Поэтому я где-то уже примерно около года сажаю все в этот нейтрализованный торф. Бутылка разрезанная. Уже вы все знаете. Синтетическая веревка. Примерно 12-15 сантиметров. Беру пакетик. Можно сделать пробочку с дырочкой. У кого мало. Но у меня много. У меня тут их тысячи. Поэтому мне пробочку с дырочкой делать некогда. Это я вот так быстренько за пару секунд наматываю. И все. Готово. Немножко земли. Так. И какой-нибудь вот сажениц возьму. Сейчас тут целые саженицы. Это у меня сорт рубиновое ожерелье. Вот так. Разрываю пакетик. Чтобы не повредить его. Вот. Сейчас посмотрю. Какой он там. Все. Хорошенький. Вот клубишок у него есть. Корневая система. Клубишок небольшой. Но уже вот какой хороший большой росточек. И сюда его сажаю. Аккуратно обсыпаю земелькой. Не сильно прижимаю. Просто обсыпаю землей. Чтобы было рыхленько. Воздушненько. Вот так. Очень хорошо глоксини. Фиалочки растут на фитильном поливе. Это облегчает уход за ними. Так. И примерно. Сейчас покажу воды. Сколько надо наливать. Вот так. Вот. Все. Водичка пошла моментально. Начала впитываться. Сверху я поливать не буду. Как-то последнее время так приспособилась. Что сверху не поливаю. Здесь остается как бы так. Пушистое. Воздушное. И получается лучше, что они так растут. Водичка его снизу польет. И пропитает весь земляной ком. И опустится она примерно. Вот до уровня земли. Так будет очень хорошо. Так. Сейчас надо сразу бирочку. Это у меня сорт рубиновое ожерелье. Очень красивый сорт. Красные, махровые. Такие цветы, как розочки. Всегда сразу бирочку. Чтобы никогда у меня не перепутались сорта. Вот так. Все. Водичка впитывается. Ком промокает. Порядок. А теперь сверху. Так, пакетиком. Потому что все-таки они стояли вот здесь во влажных условиях. Привыкли к влажности. Пакетик закрытый герметично. А сейчас, если так вот их оставить на сухом воздухе. В квартире у меня очень сухой воздух. Они могут завять и погибнуть. Поэтому я сперва сначала их приучаю. Немножко вот так набрасываю. Здесь остается небольшое окошечко. Воздух циркулирует. И за три дня они примерно где-то так адаптируются уже. Через три дня пакет снимаю. Вот так я постоянно сажаю все свои глоксинии. И следующий. Так вот несколько штучек посажу сейчас. Так, какой бы тут взять. Это у меня EN-опиум. Тоже новый сорт. Очень шикарный сорт. Вот в этом году приобрела. И дорожу каждой штучкой буквально. Так. Вот здесь есть клубишок. Не буду растрясать весь ком. Я обычно стараюсь не растрясать ком, чтобы корневую систему лишний раз не бередить. Вот так. Лучше, конечно, все-таки, когда они маленькие, пересаживать их сначала в стаканчики, когда они только-только взошли. Ну, вот так вот. Потому что в стаканчиках они растут ровнее. Ну, а вот когда нет времени, уже у меня получается, что они прямо в этих пакетиках так и вырастают. Ну, что они тоже потом расправятся. И тоже будут расти нормально. Ну, так очень быстро цветочек за цветочком. Сажаю, сажаю целыми днями. Так, это ЕН, опиум. Этот механизм у меня уже отлажен до автоматизма. Столько уже за эти годы в Блексине пересажать. Так, что там? Ну, вот, например, попался еще ТВ Черная Пантера. Тоже великолепный сорт. Вот, тоже надо разводить. Так, тут клубишок у меня большенький уже. Вот какой клубишок крупненький. Так, чуть-чуть подсыпать. И обсыпаю. Уже столько Глоксини пересажать за эти годы. Я даже не знаю, сколько тысяч я так пересажала. Наверное, около сотни, может, даже больше. Так, водички. Так, что все движения уже, считай, до автоматизма. Так, ТВ Черная Пантера. И так, за день полочку, может, две могу насажать. Одни сажаю, другие выкапываю. На их место сразу же новые сажаю. И вот так процесс у меня круглый год, считай, не прерывается. Все время что-то сажаешь, выкапываешь, пересаживаешь, снова сажаешь, чтобы место не пустовало. Все время так, в бесконечном круговороте. Вот, на четырех штучках вам покажу. И потом покажу, как у меня дальше они там растут. Так, это у меня EN Любержин. Один из новейших сортов. Тоже надо развести побольше. Так, землячки. Сюда. Саженицы, вернее, сеницы, хотела сказать. И будут ожидаться, когда они у меня уже подрастут, начнут цвести, порадуют меня своим цветением. Так, EN Любержин. Сейчас бирочку напишу. И тоже водички сюда налить. Воду беру просто из-под крана. Не отстаиваю ничего, просто из-под крана тепленькой. Налила, и все, и все нормально растет. Пакетик сверху. Ну вот, и таких мне нужно будет несколько тортов сегодня посадить. Еще деток-то у меня есть пол полочки. В общем, работы много. Вот так я сегодня целую полочку засадила. Все они у меня тут стоят. Примерно 60 штук на полочке помещается у меня. Это у меня розовое освещение. Это спектр бикалор. Такие светильники светодиодные. Очень полезные для растений. Вот такие дела. Работа бесконечная. Хозяйство очень большое у меня. Хотя и в однокомнатной квартире расположено. Как говорится, дом невелик, но лежать не велит. Дорогие мои зрители, кто хочет купить мои глоксини или фиалочки, вы можете это сделать на моем сайте gloxymarket.ru. Ссылка, как всегда, есть в описании. Пересылка посадочного материала клубни, деток и листьев с апреля и по октябрь. Все теплое время года. Ну а сейчас, пока зима, пока холодно, можно купить семена глоксини. Если вам понравилось мое видео и вы узнали что-то новенькое для себя, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.